Давно ожидаемый доклад носит крайне критичный характер, описывая ответную реакцию страны, ощутившей на себе удары террористов 11 сентября 2001 года. По мнению председателя Комитета Сената по разведке демократа Дайан Файнстайн, ЦРУ зашло слишком далеко. Методы усиленного допроса не привели к получению важной развединформации, которую нельзя было получить другими способами, как утверждала ЦРУ. Доклад также обвиняет ЦРУ в том, что эта спецслужба обманывала Белый дом и общественность по поводу происходящего в секретных тюрьмах, находившихся, например, в Польше и Румынии, в том числе методику, заключавшуюся в имитации утопления. В докладе говорится, что в отношении организатора атак 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда эта методика применялась 183 раза. Агенты ЦРУ также применяли ректальную регидратацию, кормление через прямую кишку, хотя медицинских показаний к этому не было. Другим заключенным не давали спать в течение сотен часов. Им угрожали расправы над членами семьи, а в одном случае имело место сексуальное насилие. ЦРУ признает, что ошибки имели место, однако директор ЦРУ Джон Брэннон заявил, что допросы помогли предотвратить теракты и спасти жизни людей. По его словам, они также помогли США отыскать лидера Аль-Каиды Усаму Бен Ладена, хотя составители доклада с этим не согласны. Группа бывших сотрудников ЦРУ создала сайт в поддержку работы агентства, повторив точку зрения, выраженную Джорджем Бушем-младшим, тогда президентом США. Если захваченный террорист располагает информацию о заговоре против нашей Родины, мы должны знать то, что он знает. Бывший сотрудник ЦРУ Чарльз Аллен заявил, что они делали ровно то, что были обязаны делать. Я работал в составе небольшой группы. У меня могли быть сомнения, но давление на нас и наша решимость отомстить Аль-Каиде, расколоть ее, ослабить и уничтожить были очень велики. Выступая в Сенате, бывший военнопленный сенатор и республиканец Джон Маккейн заявил, что методы ЦРУ стали пятном на чести США. Мы пошли на большие уступки, надеясь, что пытки позволят сделать нашу жизнь безопаснее. На чрезмерно большие уступки. Законодатели и представители администрации США выражали беспокойство, что публикация доклада может привести к атакам на американцев и американские объекты. В связи с этим ДИП-представительства и военные базы США ввели повышенные меры безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...